Рыба фугу, она же собака, она же иглобрюх, диадонт или фахак, самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. А еще это одно из древнейших кушаний, известных человечеству. Согласно находкам археологов, жители японских островов ели фугу за долго до нашей эры, причем, судя по тому, что страна восходящего солнца до сих пор густо населена, древние японцы знали секрет приготовления этой рыбы. Фугу – маленькая рыбка размером всего с ладонь, которая может плавать хвостом вперед. Вместо чешуи у нее тонкая эластичная кожа. Если фугу испугать, она мгновенно раздуется и примет форму шара, утыканного острыми шипами. В таком состоянии она в три раза превышает свои первоначальные размеры. Происходит это за счет воды, которую рыбка резко всасывает в себя. Смертельный яд, тетродотоксин, содержится в молоках, икре, на половых органах, кожи и в печени фугу. Это вещество обладает нервно-паралитическим действием. Оно примерно в 1200 раз опаснее цианистого калия. Смертельная доза для человека составляет всего 1 мг тетродотоксина. В одной рыбке этого вещества хватит, чтобы убить 40 человек. Причем эффективного противоядия до сих пор не существует. В микроскопических порциях яд фугу используют в качестве средства профилактики возрастных болезней как лекарство от заболеваний предстательной железы. В одном из парков Токио стоит памятник этой рыбе. Близ Асаки существует известный храм, где лежит надгробный камень, специально высеченный в честь фугу. Из иглобрюхов делают светильники и подсвечники, есть множество мастерских, которые специализируются на изготовлении воздушных змеев в виде фугу. Но главная встреча человека с фугу происходит в ресторане. Здесь гурман буквально уверяет свою судьбу в руки повара. Ведь по данным статистики 10-20 человек в год погибают в Японии, отравившись фугу. Правда, сторонники национального деликатеса справедливо отмечают, что в большинстве эти люди погибая дома, пытаются сами приготовить фугу, но не справляются с этой задачей. Все повара, желающие готовить фугу, должны иметь специальную лицензию, которую можно получить только в результате двухлетней стажировки в качестве ученика из дорогих письменных и практических экзаменов. Испытание практикой выглядит так, кандидату дается 20 минут, в течение которых он должен разделать фугу и приготовить из нее сасиме. Так называются блюда из сырой рыбы с острым соусом из сои и хрена. Кроме сасиме из фугу делают супы и соусы. Неудивительно, что цены на подобные лакомства колеблются от 100 до 500 долларов за порцию. Одно из самых известных блюд из фугу – фугу саша. Перламутровые ломтики сырой рыбы укладываются лепестками на круглом блюде. Часто повар создает из кусочков настоящую картину – пейзажи с бабочками или летящей птицей. Рыбу едят, окуная ломтики в смесь панзу, уксусный соус, асацуки, крошеный лук рязанец, мамиджи ороши, тертая редька дайкон, и красного перца. Как правило, клиенты, которые приходят в специальные рестораны, заказывают только фугу. Трапеза начинается с фугу саша, затем следует фугу за суи, суп из бульона и глобрюха в орнаменте риса и сырого яйца, а также слегка обжаренные ломтики все той же рыбки. Кусочки фугу подаются поварам в строго определенном порядке. Начинают со спинки, наиболее вкусной и наименее ядовитой, затем приближаются к брюшине, место основного скопления яда. Обязанность повара – бдительно следить за состоянием гостей, не позволяя им съесть больше безопасной дозы. Для этого необходимо не только знать тонкости приготовления этого блюда, но и обладать медицинскими знаниями, поскольку интенсивность воздействия яда зависит от комплекции, темперамента и даже цвета кожи клиента. Самая знаменитая смерть от фугу случилась в 1975 году. Легендарный актер театра Кабуки Митсугора Банда 8, которого называли живым национальным сокровищем, скончался от паралича, после того как съел печень фугу в одном из ресторанов Киута. Это была его четвертая попытка отведать опасное блюдо. Самая главная загадка фугу, ради чего люди идут на смертельный риск. Поклонники экстремальной кухни утверждают, что вкус иглобрюха напоминает японские картины на шелке, нечто утонченное, ускользающее и гладкое. Китадзира Саннин, создатель восхитительной керамики, писал, вкус этой рыбы не сравнить ни с чем. Если ты съешь фугу три или четыре раза, станешь рабом фугу. Все, кто отказывается от этого блюда из страха умереть, достойные глубокого сочувствия. Считается, что помимо невероятных вкусовых ощущений фугу обладает наркотическим эффектом. Высший пилотаж при приготовлении иглобрюха, оставить равно столько яда, сколько необходимо для того, чтобы вызвать у едоков чувство легкой эйфории. Гурманы, пробовавшие эту рыбу, утверждают, что по мере употребления блюда накатывает парализующая волна, сначала отнимаются ноги, потом, руки, после, челюсти. Способность двигаться сохраняют только глаза. Однако через мгновение все оживает, возвращается дар речи, начинают двигаться руки и ноги. Не так давно чрезвычайно гордые собой ученые объявили, что вывели неудовитого иглобрюха. Оказывается, секрет заключался в естественном рационе рыбы. Фугу не производит отравляющие вещества в собственном организме, она становится токсичной, поедая ядовитых морских звезд и моллюсков. Если с рождения посадить иглобрюха на диету, получится совершенно безопасная жительница морских глубин. Однако ожидаемой сенсации не произошло. Ведь без своего токсина иглобрюх становится просто еще одним сортом рыбы, довольно вкусным, но не представляющим собой ничего особенного. Не зря же именно весной, когда фугу считается наиболее ядовитой, гурманы платят самую высокую цену.